Доброе утро! Приветствую вас сегодня на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на финансовые рынки и традиционно начинаем наш утренний брифинг с оценки дальнейших перспектив и облицовки текущей фундаментальной ситуации по российской валюте и нефти, которая традиционно влияет на поведение рубля. Рубль открылся, текущая актуальная котировка соответствует отметке 52. В принципе, с заключительных торговых сессий прошлой недели особо далеко не ушли. Напомню, что важнейшим событием для российского рынка в плане решительности отечественного мегарегулятора выступило снижение процентной ставки с 14% до 12,5%. В принципе, это полностью совпало с консенсусом, с прогнозом, присутствующим на рынке. Мы также облицовывали возможность и вероятность снижения процентной ставки на 1,5-2%. Я думаю, что это решение абсолютно оправдано, экономически целесообразно, обосновано и верно. Для чего Центральный банк пошел на смягчение условий на внутреннем рынке? Конечно же, глядя на текущую динамику российской валюты, которая предполагает возможности укрепления рубля, даже, может быть, вопреки каким-то негативным факторам, указывающим на слабые тенденции и перспективы по темпам экономического роста, рубль явно демонстрирует характер, явно активно противостоит американскому доллару, в принципе, всем своим основным конкурентам. И укрепление российской валюты создало даже опасность для стабильности бюджетной конструкции Российской Федерации. Вот почему сначала мы видели, как Центральный банк стал постепенно повышать стоимость фондирования посредством операции валютного РИПО, а после перешел к действию, которое было вполне ожидаемо – это коррекция процентных ставок. Сейчас, в целом, ситуация явно располагает к тому, чтобы подобные меры задействовались. То есть, раз рубль противостоит своим основным конкурентам и таким же негативным факторам, присутствующим на рынке, значит, можно создать условия для того, чтобы ситуация улучшилась внутри страны. Если снижается ставка рефинансирования, то, разумеется, коммерческие банки также пойдут на улучшение условий корректирования и снижение стоимости заимствования на внутреннем рынке. Поскольку ставка была снижена до 12,5% на 1,5%, я бы не стал обозначать подобную коррекцию монетарной политики, как какие-то серьезные риски для возможного инфляционного давления. Поэтому пока мы, судя по реакции, все-таки ждем логичного ответа рубля, который непременно должен касаться фундаментального ослабления, поскольку национальная валюта не может иначе реагировать на подобные действия со стороны национальных мегарегуляторов. Сейчас уровень 52, поскольку решение ЦБ у нас уже в истории, значит, снова обращаем наше внимание на традиционный энергетический актив, это поведение черного золота. Откройте графики, посмотрите на бренд, который умудрился, вопреки всем тем фундаментальным основаниям и новостным поводам, которые присутствуют на рынке, забраться даже в район 67 долларов за баррель. Сейчас, правда, цены корректируются и текущая актуальная ротировка 66 с небольшим. Вчерашний локальный максимум как раз был обозначен недалеко от уровня 67. Кстати, ребята, напомните мне, пожалуйста, локальный максимум вчерашний. 67.06. Удержаться на этой планке не удалось. И в целом, если наблюдать за вчерашним поведением, проанализировать вчерашнее поведение нефтяного актива и роста до 67 долларов за баррель, сопоставить его с новостными поводами, здесь стоит обозначить, конечно же, снова абсолютно нелогичное поведение нефтяного актива. Потому что вчера мы видели, как нефть росла после публикации довольно слабых данных по индексу производственной активности Китая и ЧСПС. Напомню, что Китай у нас является, по сути, бенчмаркой для определения стоимости сырьевых товаров и спроса на них. И если по Китаю в плане статистики выходит очередное подтверждение фундаментальной слабости, значит, это логичным образом должно выступать причиной коррекции ожиданий по росту сырьевых активов. Для нефти, по идее, традиционно всегда, ну, по крайней мере, за последние 10 лет реакция, она предполагала снижение цен по факту публикации слабых данных. Тем более, что по Китаю, еще раз напомню, мы имеем дело не с локальной, скажем, сезонной плохой статистикой, мы имеем дело с тенденцией, которая явно указывает на то, что темпы экономического роста продолжают снижаться, и в ближайшей перспективе, даже в 2015-2016 году, Китаю нужно очень постараться, чтобы снова выбиться на показатели по темпам экономического расширения выше 7%. Сейчас системные риски, производственная активность, постоянно снижается сфера услуга, тоже оставляет желать лучшего. И действия Народного банка Китая, которые направлены на поддержку финансового сектора, касательно облегчения условий пребывания нерезидентом банком на внутреннем рынке, потом снижение требований по резервированию, все это указывает на то, что Народный банк пытается простимулировать экономику традиционными инструментами, которые имеются в рамках его мандата, но пока эти меры не приносят своих плодов. Вот почему мы продолжаем констатировать слабую статистику, и стоит отметить, что вчерашние данные по HSBS, это был, по сути, не еще один слабый отчет. Это была статистика, которая указывает на то, что тенденция в производственном секторе продолжает ухудшаться, снижаться в плане коррекционной динамики. И вчерашний показатель продемонстрировал, что индекс находится на минимальной отметке за последние 12 месяцев. Кстати, индекс снижается 6 месяц подряд. Такой продолжительной динамики я даже не припомню, когда мы наблюдали по Китаю. Поэтому в целом можно говорить о том, что Китай, который является ключевым потребителем энергоресурсов, непременно должен сказаться через снижение спроса на энергоресурсах. И эта реакция, негативная для нефти, должна стать актуальной на рынке. Я думаю, что мы ждали эту реакцию уже, в принципе, довольно-таки давно. Но если она не последовала до текущего времени, как раз подтверждение слабости Китая нужно, напротив, использовать как еще один топ-фактор того, что нет оснований сейчас для роста черного золота. Следующий фактор, новостной повод, который также нужно обязательно сейчас иметь в виду, поскольку мы с вами обозначаем постоянный рост предложения на внутреннем рынке. Вчера Иран, точнее Ирак, опубликовал данные по объему производства нефти, точнее даже поставок. И этот показатель на текущий момент, по итогам апреля, составляет 92 миллиона баррелей за месяц. Если мы разделим на 30, получится показатель свыше 3 миллионов баррелей в сутки. Вопрос на засыпку, это много или нет? Это очень много. И чтобы точно понять, насколько эти объемы производства сейчас раздуты, можно провести такую легкую историческую параллель касательно Ирака. Это максимум за последние 30 лет. И это еще один фактор того, что предложения продолжают увеличиваться. Следующий фундаментальный момент, на который мы обязательно будем обращать внимание на этой неделе. Сегодня данные традиционные по запасам нефти АПИ, а в среду уже официальная оценка. Я думаю, что эта неделя станет 17-й подряд по росту запасов. И плюс ко всему, тот самый фундаментальный фонд, который предполагает, что как только цены приближаются в район 70 долларов за баррель, это открывает дорогу для возобновления сланцевой добычи нефти в США. Даже уровень рентабельности производства находится выше 65. И тенденция по увеличению количества буровых, а точнее последняя тенденция, которая касалась снижения количества буровых за последние месяцы, она уже резко замедляется. Если по итогам последних месяцев, и первых полутора месяцев 2015 года, последних месяцев 2014 года, и первых полутора месяцев 2015 года, с 1400 буровых примерно, их количество сократилось до 800, то в последнее время эта планка по снижению добычи через осланцевое месторождение, она уже подразумевает возможность сокращения этой тенденции. Я думаю, что чем ближе цены будут находиться к 70 долларам за баррель, тем больше вероятность того, что у нас появится уже обратная тенденция. Это я отметил для того, чтобы подвести вас к еще одному фактору, указывающему на то, что нефть, по идее, имеет уже и дополнительную фундаментальную предпосылку для коррекции через увеличение запасов нефти в США. Мы обозначали также возможность того, что как только нефть запасов продолжит расти, перешагнуть через планку 500 миллионов баррелей, думаю, что какой-то дополнительный новостной повод обязательно поступит со стороны стран ОПЕК. Поэтому текущие котировки энергоресурсов, прежде всего Брента, я предлагаю вам расценивать как отличную возможность для короткой сделки, потому что сейчас у нас уже получается множество факторов, которые указывают на то, что некуда больше уже расти нефти. 70 – это потолок. Если кто-то сможет найти фундаментальную причину, указывающую на то, что нефть после возможной и вероятной преодоления планки в 70 долларов за баррель получит какой-то дополнительный повод для роста, я думаю, что это весьма маловероятно, поскольку таких оснований нет. Даже конфликт на Ближнем Востоке может быть локальным фактором поддержки, но не настолько крутым, чтобы позволить черному золоту закрепиться уверенно выше 70 долларов за баррель. Что касается рубля, поскольку мы по-прежнему ожидаем возможности коррекции цен на энергоресурсы, мы услышали от Центрального банка то, что хотели услышать в плане снижения процентных ставок. Рубль сопротивляется, опять же, действительно демонстрирует характер, противостоит и доллару, и евро, но в целом все-таки вот этих факторов поддержки для российской валюты их, по идее, как и не было, так и нет. Налоговый период еще не скоро, поэтому сейчас, я думаю, что рубль в ближайшие недели сохраняет потенциал на ослабление и почему бы и нет, не замахнуться на возвращение в район 55 рублей против доллара. Идем дальше. Европейская валюта. Открываем дневки, смотрим график с уровня 1.13 евро продолжает корректироваться. Сегодняшняя азиатская сессия весьма подвижна. По евро мы видим, как рисковые инструменты сыпятся вниз. И сейчас евро-доллар торгуется, наверное, недалеко от уровня 10.80. Может быть, даже еще ниже. В общем, рядом с 1.11. 200 пунктов от локального максимума уже европейская валюта потеряла против американского конкурента. И что же выступает сейчас причинами для того, чтобы делать ставку на коррекции главного валютного риска? Во-первых, вчерашние сообщения Греции о том, что они планируют в лучшем случае добиться соглашения даже уже не в ближайшую неделю. Помните, как апрель мы закрывали тем, что ждали этого соглашения стройка международных корректоров буквально со дня на день, как нам говорили. И этого соглашения не последовало. С исполнением долговых обязательств в Греции возникли проблемы. По сути, историю умалчивают, как нам удалось покрыть свои обязательства. Но я думаю, что там не все так гладко. И вот это заявление Греции о том, что в лучшем случае, ну, по крайней мере, они надеются достигнуть компромисса, соглашения с ЕЦБ, с Европейской комиссией МВФ к концу этого месяца. Поэтому, ребята, у нас месяц неопределенности, месяц спекуляции на тему того, что же будет дальше по греческому вопросу. И в целом это явно так же будет и больше располагать и как продажа главного валютного риска. Вчера из статистики были опубликованы данные по производственной активности Германии и Еврозоны. В целом статистика очень неплохая. После публикации состоялась конференция вице-президента ЕЦБ Констанцию. Задали вопросы касательно того, что если программа количественного смягчения уже является, скажем, хорошей поддержкой для экономики, уже поспособствовала росту ключевых показателей производственной активности, не является ли это сигналом того, что ЕЦБ получит достаточно оснований, чтобы прекратить эту программу раньше того срока, который был определен. То есть раньше сентября 2016 года. На что вице-президент ЕЦБ сообщил о том, что они не собираются пересматривать сроки программы количественного смягчения. И тем более не обозначают возможность досрочного выхода из нее. Почему? Потому что ключевая проблема, собственно, для решения которой и затевались эти беспрецедентные меры экономического стимулирования, это борьба с дефляцией и разгон эволюционного показателя, эта проблема еще не решена. Действительно, имя потребительских цен продолжает пребывать в отрицательной зоне, риски эти сохраняются. И пока трудно представить, насколько программа количественного смягчения может оказаться результативна в плане разгона данного индикатора. Поэтому, поскольку вопрос подвешен и решен, комментарии вице-президента ЕЦБ стали еще одним фактором разгрузки для главного валютного риска, что, в принципе, продолжается и по текущий момент. И еще один фактор, который указывает на то, что евро сохраняет сейчас фактор и основание для давления, это желание инвесторов зафиксировать результат в плане длинных позиций. Почему сейчас эта идея актуальна? Потому что впереди у нас самый важный отчет по состоянию американского рынка труда. И если вернуться к комментариям представителей ФРС о том, какой же отчет стоит ожидать сейчас, то все как один ссылаются на то, что прошлый слабый нонфарминг, помните, когда число вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 100 с небольшим тысяч, практически в 2,5 раза меньше прогноза, они констатируют, что это следствие сезонного фактора, и вряд ли статистика может иметь такое же повторение. Поэтому в этот раз ожидается более-менее неплохой отчет. Конечно же, насколько он будет актуальным с точки зрения этих прогнозов, и подтвердит ли он ожидания хорошей статистики, это будет видно только в пятницу. Но поскольку вероятность того, что в этот раз нонфарм параллс могут оказаться неплохими, и, соответственно, придать ускорение американской валюте, те трейдеры, которые успешно использовали техническую составляющую и прокатились на евро-долларе до уровня 1.13, сейчас предпочитают не рисковать, чтобы доллар через собственную силу не оказал еще большее давление на евро, и выходят постепенно из этих среднесрочных длинных позиций по главному валютному риску против американского конкурента. Если у вас есть длинные позиции по евро-доллару, также советую вам пересмотреть их перспективу, потому что все-таки в случае публикации хороших данных по нонфарм параллс просадка может быть неплохой по евро-доллару. Что касается американской валюты и традиционного симбиоза валютных активов, по которому мы анализируем, доллар и японская иена. Откройте, пожалуйста, графики и посмотрите. Пара по-прежнему находится рядом с уровнем 120, и в принципе рядом с этой отметкой держится, недалеко от этой отметки держится уже достаточно долгий период времени. Даже несмотря на какие-то расчаровывающие отчеты, на комментарии того, что возможные сроки повышения процентной ставки уходят даже не на сентябрь, а может быть даже на более поздний срок, все равно доллар сохраняет свои достаточно неплохие позиции рядом с отметкой 120. Помните тот уровень стоп-лосс, который мы поставили по паре доллара и японская иена, он находится на какой отметке? 118.20. Сейчас его нужно оставить, поскольку, опять же, учитывая, что отсчет очень влажный, и он может обозначить фундаментальную слабость для доллара, лучше перестраховаться и придержать потенциальные чрезмерные убытки на уровне 118.20. Но поскольку мы сейчас уже поднялись достаточно высоко от этого уровня, я думаю, что есть основания поддержать длинную позицию, тем более, что мы по-прежнему верим в доллар и обозначаем факт того, что американская валюта против японского конкурента может двинуться в район 122. Какие факторы сейчас нужно использовать для поддержки доллара и для объяснения причин, почему на доллар нужно делать ставку? Достаточно посмотреть на долговой рынок Америки. Доходности растут, это традиционная поддержка для доллара. Потом американский долларовый индекс также подрастает, уже снова вернулся в район ровно 100. И это еще один фактор того, что доллар, так же как и рубль, на этой неделе может показать характер. Что касается других отчетов, USDCAD, мы с вами обозначали возможность после того, как пара просела в район 1,2, отличный уровень для покупки этого актива. Помню, что у нас был даже вопрос на нашем официальном канале о маркетсе на YouTube касательно того, какие же перспективы сейчас маячат перед этой валютной парой. Если, скажем, кто-то еще находится в длинной позиции по USDCAD, так же как, в принципе, сделал один из наших участников нашего сообщества, то это уже, в принципе, неплохая сделка, поскольку текущая актуальная котировка по USDCAD где? 1.21.16. На уровне 1.20 можно также выставить стоп-лосс и ждать еще больше отдачи от длинной позиции по этим активам, опять же, тем более, если доллар сможет получить поддержку со стороны хороших данных по Non-Farm Petals. Из важных отчетов еще давайте коснемся Резервного банка Австралии, который сегодня отметился снижением процентной ставки. 2.25 была ставка, 2 теперь актуальная. Снижение мы с вами, в принципе, ждем уже, ждали довольно-таки давно. Это было еще связано с объективной слабостью австралийской экономики, потом периодическими комментариями Глена Стивенсона и, в принципе, четким осознанием того, что новые стимулы поддержки со стороны Резервного банка Австралии для австралийской экономики необходимы. Ставка снижена, но если посмотреть на реакцию австралийца, откройте дневки или лучше более короткий таймфрейм, чтобы как раз оценить реакцию на это событие. Мы увидели сначала резкий скачок вниз, потом пара восстановилась в район 0.79, и после этого стала планомерно снижаться. Текущая актуальная котировка на каком уровне? 0.7870. Я думаю, что после такого решения у нас появляется очень неплохая возможность для резонанса по факту смягчения монетарной политики, и в целом это создает все возможности для того, чтобы пара, по крайней мере, снова пыталась вернуться в район 0.75, той цели, которую мы с вами держимся уже очень давно. И еще один актив, фунт, доллар. Это лидер по коррекции, по откату. Откройте дневки, посмотрите, как только пара коснулась мощного сопротивления в районе 1.55, мы также говорили, что это хороший уровень для потенциальных продаж, поскольку для того, чтобы преодолеть этот уровень, нужно уж очень быть уверенным в хороших бычьих перспективах, собственных позиций для фунта, и уверенным в том, что экономика продолжит восстанавливаться, даже вопреки последним слабым данным по ВВП. После того, как пара коснулась уровня 1.55, скорректировалась после этого на 400 пунктов, еще, правда, важное событие выбора в Британии у нас на носу. Максимум, что может отменять пара сейчас, это попробовать снова вернуться в район 1.55, но я думаю, что весь вот этот бычий запал уже по факту перекупленности снят, как сливки с рынка. И если вернуться к комментариям Bank of America, помните, я отмечал, что, точнее, акцентировал ваше внимание на их цитату о том, что рынок явно перемудрил с уходом от негативных тенденций, характерных для британской валюты. Поэтому сейчас я также предлагаю продолжать рассматривать фунта с точки зрения коротких сделок и возвращение ниже уровня 1.50. Ясно? Вопросы есть, ребята? Поскольку вопросов нет, большое спасибо вам за внимание, хорошей торговой сессии, ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале о Маркетс, оставляйте их под видео к нам. Всего доброго, до свидания.